Махачкале Адвокат Гаджиева Арсен Шабанов отметил, что обвинения журналиста совершенно надуманы. И более того, скандальное задержание играет на руку настоящим экстремистам. Если быть точнее, следствие считает, что он совместно с другими людьми организовывал сбор денежных средств через благотворительные фонды, созданные Абумаром Сосетлинским. На допросе Абдулмамин категорически отверг все предъявленные обвинения и заявил, что никогда не оказывал никакой помощи ни финансовой, ни какой-либо иной террориста. Я же могу с уверенностью сказать, что вообще уголовное преследование моего подзащитного является полным абсурдом. Этот человек известен всему Дагестану своими умеренными взглядами. Много лет он публично осуждал терроризм и призывал мусульман к миру. Его просветительская деятельность приносит огромные плоды в деле искоренения терроризма. А его арест, лишение его свободы – это настоящий подарок радикалам, которым сегодня помогли избавиться от проповедника, успешно противодействовавшего им. Помимо Гаджиева в постановлении о возбуждении дела упоминаются еще 10 человек. В ходе допроса Абдулмамин отметил, что не знаком ни с кем из перечисленных людей, кроме Абу Умара Соситлинского. По словам журналиста в 2011 году, ныне проживающий за рубежом проповедник, обратился в редакцию Черновика с просьбой взять у него интервью. Гаджиев побеседовал с ним на общие темы и больше не общался. Черновики уверены в невиновности Абдулмамина Гаджиева и сравнивают ситуацию с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова, вызвавшего большой общественно-политический резонанс и даже громкие отставки силовиков. В заявлении редакции говорится. Чтобы было понятно широкому кругу читателей, знающим о Дагестане только из выпуска новостей, объясним, что такое обвинение финансирования терроризма на Северном Кавказе. Это примерно то же самое, что и подбрасывание наркотиков Ивана Голунова в Москве. Если человека надо посадить, если он хоть немного причастен к религиозной деятельности, то основания всегда можно найти. Коллеги Гаджиева ждут объяснений от правоохранительных органов и требуют привлечь к ответственности тех, кто откровенно выдумывает обвинения и формирует пустые уголовные дела, ломающие людям судьбы. Дагестанские инстапаблики активно включились в освещение происходящего. В поддержку Гаджиева также выступили боец ММА Мурат Мачаев и серебряный призер чемпионата мира по вольной борьбе Адам Батыров. В сети идет сбор подписей с требованием объективного расследования дела. В петиции, адресованной президенту России, отмечается, что предъявленные Гаджиеву обвинения, по сути, являются верхушкой айсберга массовой и неправовой практики в российском правосудии. Гаджиев – отец четверых малолетних детей, автор множества статей, призывающих к миру и законности. У меня четверо малолетних детей, одного из них полтора года. Он будет очень по мне исключать. Абдул Мумин пользуется большим авторитетом в среде кавказской молодежи за его знания в области исламского права. Ведет преподавание по курсу «Исламский бизнес». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова